Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Премьер-министр Наталья Гаврилица рассказала, что в переговорах с Газпромом Молдова руководствуется интересами граждан из страны и пытается добиться самой выгодной стоимости поставки газа. На пресс-конференции 19 октября Гаврилица ответила на вопросы журналистов о том, идет ли Молдова на уступки в переговорах с Газпромом и шантажирует ли российский концерн молдавские власти. Идет ли правительство на уступки в переговорах с РФ о поставках газа. Хочу заверить граждан Молдовы, что правительство ведет переговоры в интересах страны и во благо граждан. Пока я не могу рассказать все подробности, потому что переговоры еще идут и у нас есть определенная стратегия. Будем продолжать обсуждать экономическую составляющую этого вопроса. Между странами я считаю нет места подобным утверждением. Газовый вопрос – это комплексная проблема, включающая технические, экономические и политические аспекты для всех стран мира. Почему Санду не едет на переговоры в Москву? Мы на всех уровнях открыты для встреч с партнерами из Москвы. У нас комплексная двусторонняя повестка, и мы хотим обсудить эти вопросы. Рады, что в начале ноября состоится встреча министров иностранных дел двух стран – Нику Папеску и Сергея Лаврова. И надеемся, это станет хорошей подготовкой для встречи на более высоком уровне. О заявлении Лаврова о том, что США и ЕС запрещают Санду общаться с Путиным. И президент, и парламент, и правительство представляют интересы страны, независимо ни от кого – о переводе предприятий на мазут. Во всех странах есть компании, которые могут перейти на мазут, так как он более дешевый. То есть, в зависимости от того, по какой цене мы договоримся о поставках газа, мы решим, использовать ли этим предприятием в дальнейшем мазут или природный газ. О причине продления осенних каникул в школе. Это неправда. Причина продления осенних каникул – роста заболеваемости ковидом в стране и, в частности, в школах. Национальная комедия по ЧАЭС передписала проверить, насколько госучреждения готовы к зиме. Если такие призывы звучат от местных мэров, то правительство здесь ни при чем. Поэтому надо спрашивать у этих мэров. О прогнозах экспертов в отношении стоимости газа на рынках. Сейчас на мировом рынке очень высокие цены и для развитых стран, и для Молдовы. Если такие цены сохранятся в долгосрочной перспективе, это приведет к экономическим последствиям для европейской экономики. Сейчас на рынке есть определенная аномалия, и большинство экспертов прогнозируют, что такая ситуация завершится через несколько месяцев. К слову, президент Румынии Клаус Йоханнес обратился к европейским лидерам с просьбой поддержать Молдову в поставках газа и электроэнергии в связи с тем, что наши власти сталкиваются с кризисами из-за роста цен на энергоносители. В понедельник, 18 октября, Йоханнес принял участие в видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Литвы Гитаносом Науседой и премьер-министрами Польши, Словакии и Словении в рамках подготовки к заседанию Совета Европы в период с 21 по 22 октября в Брюсселе. В условиях нынешнего энергетического кризиса президент Клаус Йоханнес обратился за поддержкой в обеспечении поставок природного газа и электроэнергии для Республики Молдова, сказано в пресс-релизе администрации президента Румынии. Ранее Румыния вынесла на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге проблему газового кризиса в Молдове и предложила оказать финансовую помощь Кишиневу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.